я учился в футбольной школе поэтому да легко родители заставляли не по своей воле добрый да не на самом деле успевал все но было тяжеловато учиться в школе конечно выбора не было все просто надо было в школу ходить и хотелось заниматься футбол поэтому что приходилось кроме как ходить туда и туда ну я думаю как и все дети в мое время то есть утром примеру тренировка вечером школа вот ну либо какие-то года утром школы после обеда тренировки вот и я вспоминаю свое время у меня практически 6 дней в неделю там были тренировки иногда даже я занимался в динамо барнову допустим в дешор и когда не было тренировок я еще ходил дополнительно у меня на районе была школа дешор я еще туда ходил поэтому максимально знаешь времени свободного было мало и учеба была только в школе за ее пределами конечно домашку очень тяжело было делать потому что времени было мало но не хотел география наверно но физкультура сама собой скажу общество знания любимый предмет английский язык химия отличный по химии химия биологию я в химико-биологическом классе учился там несколько химии были разных общая там органическая и так далее по всем пятерке и по биологии также всем пятерки были нелюбимая физика химия может быть там кати математика алгебра 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 даже думать не буду история валеология помню у вас был у вас был такой пример валеология но это такой знаешь вещи на него вообще не хотел ходить не надо же прогуливал но у нас в была футбольная школа поэтому конечно нас были соревнования по футболу вот школы участвовали побеждали себя участвовал зажигал до играл там типы и по старшим классам и по своим и посреди в общем за всех спортивных каких-то всегда всегда есть бы с братом нас кто-то приглашали от нашего класса там поэтому да много где участвовать во всех по моему все что все что было спортивные соревнования школе во всех по баскетболу волейболу по футболу бег там я не знаю еще у нас были соревнования юный пожарник назывались то есть мы учили теорию по поводу как тушить пожары какие огнетушители бывают специфика полоса препятствий было специально тупо у пожарных даже есть такие соревнования там на время пробежать полосу препятствий и забраться там на четвертый этаж мы только на 2 кому забирали с лестницы ты бежишь запрыгиваешь и по лестнице поднимаешь на второй этаж и еще в лагере даже детский юного пожарника ездил мы там тоже соревнования были разные там пожары тушили с огнетушителем на время тому короче ну прикольно было все что было со спортом связано я вам везде участвовал да у меня все четверки практически и пятерок нету и троек нет такой у меня в итоге три тройки и даже скажу сейчас почему химия общество знания и немецкий язык тройки были конечно же да тройки были ну как как без троек как бы ну ну главное закончили так скажу но у меня вот химия биология там пятерки у меня по моему только по русском я точно не помню вот либо по русскому литературе тройки либо по математике и геометрии тройки а остальные четверки у меня там три тройки в аттестате да все списывали в школьное время поэтому я не исключение тоже список конечно ну пользовался конечно и шпаргалками но основном просил там отличница помочь как сказать что то если нужно было ну не без этого тоже приходилось конечно да конечно если не пользуешься они уважают да какие нам покупать такие дарил родители покупали либо там воспитатели я не помню на маме было на какие цветы там наверно мама выбирала и давала нам просто даже не помню какие я по моему пионы у меня бабушки росли в огороде постоянно у нас в футбольной школе не было девушек поэтому мне не было именно это вот восьмом восьмом она была старшеклассница из 11 первая любовь это были еще славянске на кубани блин вот сколько лет не припомню но там вот себе или за однако девчонка и мы не были исключением их много было там разных таких наших лечений в начальной школе слабо помню вот наверное вот с пятого наверно то что опас прогуливал прогуливал да некоторые но уже больше старших классах потому что в гимназии было все там две параллели и нас там получается было типа 70 учеников поэтому если кто-то не приходил там учителя сразу звонили родителям спрашивали где он поэтому либо ты полностью не приходишь весь день в школу так вот один какой-то урок пропустить было сложновато потому что там сразу сверяли журналы уже в больше ну типа больше старших классах честно скажу нет только если вот как-то вот классом где-то там что-то как-то а вот по так чтобы я там с братом уйти то нет такого не было ни разу часто за поведением снова скрываемость вроде окей было сказать какие мы хорошие парни наверно только думаю за этом или бывало ну ну не помню а за то что прогуливал школу сначала я шел играть футбол да потом уже дело домашнее задание а у меня получалось так что уроки заканчивались позже и я сразу со школы ехал на тренировку приезжал уже поздно вечером вот и там если получалось летом там где сходить во двор погулять сделал уже там после ужина перед сном помню как всегда играли сначала потом мама звала уже хотя хотя нет наверное дело было и так и так как то вот наверное от маминого настроения зависело не сначала футбол домашка была уже последнюю очередь не новую игру учился в принципе хорошо мы материал усваивался поэтому как-то все так удавалось и домашку быстро делать либо пришел в школу по быстренькому списал около него здесь уже готовы слава караваев думаю такая ноша тяжелая знаете мне кажется никто бы на мой взгляд но это надо быть таким стойким и равновешенным потому что все мы прекрасно знаем какие ученики бывают ну ты очень тюжки же тяжело поэтому думаю вот так вот чтоб сам кто-то пошел преподавать в монет фоман на учительный не на фомата правильно обученными просто ну знание понятно само собой но если так если глобально смотреть то на воспитание аж я воспитывался без футбольной школе без родителей вот собрать глобально вот именно футбольную школу туда воспитание хороший вопрос ну я не знаю какой-то базовые базовые знания какие-то такие за счет того чтобы была гимназия опять же прогуливать не получалось за успеваемостью следили поэтому хоть что-то там я выучил потому что к сожалению когда уже начал играть профессиональный футбол там там только с саморазвитием самообразованием заниматься как таковой ну какой-то вот жизненные жизненные конечно не все что говорили учителя пригодило жизни но сто процентов многое оттуда черпаешь и это фундамент который нужен всем и сто процентов как я будущий родитель на это надо делать уклон и без образования никак да много чего дала и и знаний и друзей и как себя вести социуме то есть ну я был сейчас встречался у меня перед тем как полететь сборную у меня была встреча там с детишками в казани и я спрашивал у них вы хотите идти в школу ну 1 сентября туда-сюда не не хотим игре но как же вы там не видели давно своих друзей вас наверняка друзья тоже общение это как бы все равно много плюсов есть от школы поэтому школа понятно тяжело учиться но в жизни пригодится и то как ты социуме себя ведешь общаешься с друзьями и то что получаешь там знания поэтому у меня только теплые воспоминания о школе и много прекрасных так сказать эмоций когда я вспоминаю то время